Реактивная артиллерия Применялась тысячу лет назад Армиями древних Индии и Китая Но лишь в 20 веке Стала по-настоящему понятна Огневая мощь этого боевого средства Продолжение рассказа О легендарной Катюше в фильме «Оружие» История создания Гвардейского реактивного миномета Ведет свое начало с 20-х годов Прошлого столетия Уже тогда Советская военная наука Видела будущие боевые операции Маневренными, широким использованием Моторизованной пехоты и современной техники Танков, самолетов, автомобилей В эту масштабную картину С трудом вписывалась Классическая ствольная артиллерия Гораздо больше соответствовали Ей легкие и подвижные Реактивные установки Отсутствие отдачи при выстреле Малый вес И простота конструкции Позволяли обойтись без традиционных тяжелых лафетов и станин Вместо них Легкие направляющие из труб Которые можно было смонтировать на любом грузовике Правда, более низкая, чем у пушек, кучность И невысокая дальность стрельбы Препятствовали принятию реактивной артиллерии на вооружение На первых порах В газодинамической лаборатории Где создавалось ракетное оружие Трудностей и неудач Было больше, чем успехов Однако энтузиасты Упорно совершенствовали свое детище Твердо веря в успех Потребовались обширные Теоретические разработки И бесчисленные эксперименты Которые в итоге привели к созданию 82-миллиметрового Осколочного реактивного снаряда С пороховым двигателем А вслед за ним и более мощного Калибром 132 миллиметра Испытательные стрельбы обнадеживали Дальность составляла уже 5-6 километров Хотя рассеивание по-прежнему было большим Долгие годы его не удавалось снизить Изначальная концепция предполагала снаряд с оперением Не выходящим за его калибр Ведь направляющей для него служила труба Простая, легкая, удобная для монтажа С 1933 года Эксперименты продолжались в реактивном НИИ Здесь собрались ведущие специалисты-ракетчики Сушко, Иван Клеймёнов, Георгий Лангемак К 1938 году основные трудности в создании мобильной реактивной артиллерии Были преодолены На вооружение советских ВВС Были приняты 82-мм осколочные реактивные снаряды И чуть позднее РСы калибра 132 миллиметра Боевое крещение РСы 82-е Смонтированное на истребителях И-16 и И-153 Прошли летом 1939 года на реке Халхингол Показав там высокую боевую эффективность В воздушных боях было сбито несколько японских самолетов Одновременно для стрельбы по наземным целям Конструкторы предложили несколько вариантов Мобильных многозарядных пусковых установок залпового огня По площадям Первые наземные станки для пуска ракет Появились вскоре после принятия на вооружение самих реактивных снарядов Но в это время реактивный НИИ подвергся массовой чистке Стоит напомнить, что институт был создан по личной инициативе Михаила Тухачевского Которого расстреляли в 1937 году По мнению чекистов, реактивный НИИ, детище опального маршала Был переполнен врагами народа Погибли руководитель учреждения Иван Клеймёнов И главный инженер Георгий Лангемак Многие сотрудники, в том числе Сергей Королёв Были арестованы и отправлены в лагеря Официальное признание участники создания реактивного миномёта «Катюша» Получили только через 60 лет Указом президента СССР Михаила Горбачёва От 21 июня 1991 года Шестерым учёным, среди которых Иван Клеймёнов Георгий Лангемак и Николай Тихомиров Было посмертно присвоено звание Героев социалистического труда На целый год, с 1938 по 1939, деятельность института, который переименовали в НИИ номер 3, была парализована Работы над созданием многозарядной реактивной установки для сухопутных войск велись в это время почти нелегально В конце 1939 года Наркому обороны Клименту Ворошилову Было продемонстрировано опытное заводское изделие МУ-2 Механизированная установка «Образец номер 2» Это и была реактивная система залпового огня Установка состояла из восьми открытых направляющих рельсов Связанных между собой в единое целое 16 реактивных снарядов попарно фиксировались сверху и снизу направляющих Залп производился за 8-10 секунд Для перевода машины из походного положения в боевое было достаточно 2-3 минут Огневая мощь нового оружия произвела большое впечатление на маршала Эта поддержка была очень важна для конструкторов Одну за другой они создают все более совершенные системы И в 1941 году появилась БМ-13 Боевая машина с калибром снаряда 13 сантиметров 21 июня 1941 года установка была продемонстрирована руководству страны Тогда же было принято решение о срочном развертывании серийного производства БМ-13 Через несколько часов началась война Уже 24 июня руководство НИИ номер 3 получило приказ Передать все имеющиеся в наличии опытные установки БМ-13 В распоряжение экспериментальной воинской части Семь тщательно зачехленных установок и грузовики с несколькими тысячами реактивных снарядов Отправились на фронт В тот момент ни один человек в подразделении Включая его командира капитана Ивана Флёрова Не имел ни малейшего представления об устройстве и боевом применении вверенного им оружия Колонна двигалась только по ночам А во время дневок в лесах два инженера-конструктора из НИИ номер 3 Обучали личный состав управлять новым артиллерийским средством Боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 Число направляющих 16 Наибольшая скорость снаряда 355 метров в секунду Время производства залпа 8-10 секунд Дальность стрельбы 8,5 километров Масса пусковой установки 6400 килограммов Снаряд М-13 выпускался в нескольких вариантах И был основным боеприпасом советской реактивной артиллерии в годы Второй мировой войны Реактивный снаряд М-13 Боевая часть осколочно-фугасная Калибр 132 миллиметра Длина 142 сантиметра Масса 42,5 килограмма Масса взрывчатого вещества 4,9 килограмма В качестве ходовой части для БМ-13 использовалось шасси трехосного грузового автомобиля повышенной проходимости ЗИС-6 Оно позволяло перемещаться с достаточно высокой скоростью и допускало выдвижение на огневые позиции в заряженном состоянии После нанесения внезапного удара подразделения реактивной артиллерии могли быстро сменить позиции Среди недостатков нового боевого средства были невысокая кучность и меткость стрельбы Большой расход пороха и демаскирующее действие выхлопных газов ракет при залпе Первое боевое применение БМ-13 под Оршей показало их высокую эффективность Командующий Западным фронтом генерал Еременко обратился к производственникам с просьбой поскорее наладить массовый выпуск таких машин Серийное производство реактивных установок было организовано сразу на трех заводах, в том числе на московском компрессоре Осенью 41-го года красноармейцы дали БМ-13 прозвище «Катюша», под которым новое оружие и вошло в мировую историю Кстати, название «Катюша» пошло от индекса завода-компрессор «К», который был По воле наших секретчиков, первоначально наши реактивные установки не имели никакого названия, их называли по-разному И солдаты, чтобы как бы сказать, дать им какое-то название по бог века завода-компрессор, стали называть их «Катюши» В начале 1942 года в НИИ номер 3 приступили к разработке 300-мм реактивных снарядов М-30 Они обладали хорошим бетонобойным и бронебойным действием Появилась возможность при помощи «Катюш» бороться с долговременными оборонительными укреплениями противника Начиная с 1942 года, не было ни одной крупной операции Красной Армии, в ходе которой не использовались бы «Катюши» Этому способствовала тактическая мобильность модернизированных установок Теперь их монтировали на шасси американских грузовых автомобилей повышенной проходимости «Студы Беккер», «Джи Эм Си» и «Форт Мармон», которые поставлялись в СССР по Ленд-Лизу Помимо «Катюши» в Красной Армии использовались рамные установки для запуска тяжелых фугасных снарядов М-30 Среди советских бойцов они получили прозвище «Андрюша» Немецкие солдаты называли все наши реактивные установки «сталинскими органами» Запронзительный вой летящих ракет Если в первые месяцы войны германское командование в ультимативном порядке требовало от своих солдат сообщать о каждом появлении «Катюши» на любом участке фронта, то к концу войны это было просто невозможно В боевом составе Красной Армии насчитывалось 40 отдельных дивизионов, 105 полков, 40 бригад и 7 дивизий реактивной артиллерии Их совокупный залп был равен огневой мощи 5000 полков крупнокалиберной ствольной артиллерии «Катюшу» можно с полным правом назвать оружием победы Рассказ о других артиллерийских системах, которые покрыли себя неувидаемой славой во время Великой Отечественной войны в следующих фильмах «Оружие» «Катюши» «Катюши» «Катюши»